привет youtube привет мужики смотрю прошлый видос по укорачиванию чулков зашел так нехило многим понравился способ укорачивания без полуосей вот уже флянцы варены впрочем все видели да кто ну кто не видел мало ли вот ссылочка вот тут будет в углу переходите смотрите если интересно вот сейчас покажу еще один способ как укоротить полуоси две штуки уже сделал в нужный размер вот так чтобы не заморачиваться не ставить редуктор тут не высчитывать не вымерять сейчас расскажу ну а в принципе тема тема с шайбами у нас с этими продолжится продолжится тема с этими дистанционными шайбами и вот при помощи их я и буду укорачивать эти полуоси элементарно все просто быстро и я не знаю это сделает абсолютно любой ну кто кто имеет желание да у кого-то конечно есть доступ к токарке токарный станок так далее там подобное но извините мужики у меня его нет поэтому есть колено есть руки да будем выходить из положения таким образом ладно кому интересно оставайтесь а мы продолжаем итак что нужно нужно доработать вот эти шайбы точнее не доработать а добавить им всего лишь одну запчасти лину чтобы можно было укорачивать полуоси на нужный размер в общем понадобится старая какая-нибудь граната с переднеприводного автода забираем оттуда шлицевую часть и делаем вот такую вот штукенцию то есть привариваем кусочек пластины в размер так чтобы она вроде как и понятно любого размера я в нашел такой вот кусок размечаем просверливаем просверливал по вот этим отверстием для направляющих для колесных все и само собой варить шлицевую часть к пластине строго по центру вот таким образом сам процесс сварки не делал но я думаю будет понятно вариваем по центру там уже от центрует каждый как хочет у меня получилось все отлично с первого раза да не забываем то что вот эти все таки вещи абсолютно параллельны друг другу во всех плоскостях будем так говорить все отверстия совпадают абсолютно все и плюс эти шайбы имеют по отношению от данный момент это уголок уголку абсолютно 90 градусов что так что так так ну вот она вся доработка в принципе прикрутил я с той стороны пластина можно было с этой не так понравилось вот эта шайба сейчас не нужно все размечаем полуось берем полуось прямо лиц и ставим как есть очень удобно никуда она не девается по размеру вот этот флянец диаметр да он точно такой же как и это шайба один в один вот он сейчас стоит на уголке и все это прекрасно подходит и проходит но это нам сейчас пока не надо нам нужно это дело разметить размечать буду знать следующим образом от края от края полуоси от этого края буду брать 15 сантиметров и недостающую часть буду мерять от подшипника и отмечать вот как то так значит какой размер мне нужен вот здесь я тут понятно уже сделал какой размер мне нужен полуоси этот чулок смотрим да помните что я вот рулеткой цеплялся и отмечал здесь где мне резать до 19 сантиметров принципе я здесь написал что сюда 19 что сюда 19 здесь понятно дело аналогично только здесь до реза у меня выходила 18 сантиметров ну и соответственно к этому размеру к этому размеру добавляем 10 сантиметров без редуктора без всяких замеров вот насколько выходил рез отсюда не обязательно на такую цифру на любую плюс 10 сантиметров и размер полуоси будет тот который нужен мало ли может одна сторона быть длиннее другой произвольно каждый делает по всякому кому-то нужна колья кому-то нужна определенная ширина там уже она выходит совсем другие цифры ну и вот он размер 18 до плюс 10 получается 28 вот две полоси вареная ровно на 28 длина 28 сантиметров как то так поэтому здесь отмечаю сейчас от края 15 от подшипника отмечаю 14 и у нас получится 29 так разметил и наметил как я буду резать нарезать буду так по диагонали все вот корректор карандаш я говорил в прошлом видосе он даже рисует по маслу элементарно просто удобно и хорошо видно все давайте сейчас отпилим нужный размер это вот тоже самое размечено полуось такая же точно длина зажата вот в трудные тесы для удобства все погнали линеечка упираем в подшипник и ставлю только вот с этой стороны да так как у нас полуось доходит до пластины ровно 2029 все так и следующую следующую полуось таким же таким же способом то есть и и ровно 29 проверяем еще раз а дальше дальше выбираю фаски вот таким образом с двух сторон также зажимаю в тисы и выбираю под сварку так мужики ну а дальше нам просто нужно это все дело сварить вторая часть не нужна мне хватит только этой ставлю флицы как мне надо как мне удобно так чтобы можно было работать и завариваем сейчас в принципе покажу вот 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 Продолжение следует... 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 так теперь с этой стороны и и и и и и и и и вот с этой стороны буквально в пол силы и и и и и и и и в и и и и и и и и и отлично мужики шлицы если вот здесь чуть-чуть будет гулять я уже проверял в редукторе сама шлицевая часть на сателлите она прекрасно справляется самое основное это вот место подсальники место где колесо крепится сейчас я покажу все это дело как настроилась так мужики ну не знаю будет видно не будет сейчас попробую увеличить конечно все это дело как-то сдвинуть очень трудно статив сверху навести на все эти вещи то вряд ли видно будет можете принципе понаблюдать за этими вещами как то так ставлю вплотную да практически вплотную видно там не вижу зазор видно не видно то что литье вот здесь видите на чуть толще вот здесь вот тоньше поэтому оно кажется что гуляет а по внешней стороне все идеально сейчас свариваю вторую полуось и вкидываем редуктор и так мужики собрал я мост есть у меня вот такой убитый редуктор отпилил ему хвостовик за ненадобностью и оставил вот эту часть чтобы проверять промерять смотреть как в себе это ведет поэтому я смело и заявлял что плюсуйте плюс 10 сантиметров к размеру тому что вы отрезаете или я там отрезаю это чтобы следующий раз я не высчитывал размер просто зная вот этот размер делаю полуось плюс 10 сантиметров вот здесь 29 сантиметров от подшипника до края и полуоси смотрите стоят они что одна что другая вровень с вот этими не знаю шестерни или сателлиты как правильно назвать то есть до пальца абсолютно не достают что одна что другая ну там соответственно будет то же самое но там они длиной 28 сантиметров так прихватил на два болта и проверяем на закус вот проверяем так полуоси повращаем свободно делают несколько оборотов значит закуса нет абсолютно никакого вот так вот все просто мужики и так мужики на этом в принципе можно закончить вот она одна запчастюли на расширяющие возможности вот этого я не знаю как его назвать мужики там правильно подсказывали кондуктор наверное до кондуктора еще плюс укорачивание полуосей то есть переднюю балку мы на нем собирали прекрасно держит ступицы все дела до настраивается варивается собирается отлично чулки без полуосей укорачивали в нужный размер вот на них же жда на этом кондукторе и теперь вот путем добавления шлицевой части да не знаю я не люблю по-научному выражаться добавили фигнюшку одну и все теперь можно еще в нужный размер укорачивать полуоси без всякого геморроя головника и так далее подобное вот как считать я уже показал нужный размер ну кто-то хочет заморачиваться да ради бога это ваше дело ваше время делайте как хотите в общем кому понравился видосик обязательно ставим лайк подписываемся на канал кто не подписан комментируйте мужики комментируйте я читаю все комментарии в общем всем пока с вами был санек еще увидимся